Невозможно в полной мере объяснить публике, сколько усилий, сколько скрытой работой заключается в искусстве театра с виду столь доступным и легким. Брестский академический театр драмы в этом году празднует 80-летие служения любимому зрителю. За это время создавалось множество уникальных спектаклей, воспитывалось большое количество достойных артистов, в том числе заслуженных и народных. Безусловно, у такой долгой истории есть свои необычные предметы, которые хранят в себе важные события. А потому, собрав воедино редчайшие экспонаты, руководство областного театра драмы подарило жителям города музей с хронологическими данными. Торжественное открытие состоялось в присутствии почетных гостей и представителей городской и областной вертикали власти. За 80 лет было поставлено множество постановок, но я так скажу, что многих из них в 100 лет традиционными. Международный фестиваль «Белая вежа», «Январские музыкальные вечера» и ряд других проектов. Мы, как зрители, вместе с вами видим конечный продукт, но за каждой постановкой стоит не один десяток людей. Сегодня мы открыли впервые в таком формате музей при театре. Такого нет, я думаю, что и в республике, наверное, нет именно таких, именно вот реализации таких проектов. И это очень хороший подарок в год 80-летия Брестской области. Я хочу поздравить вас с вашим 80-летием. Отрадно, что вы не забываете тех людей, которые отдали всю жизнь на процветание и благо нашего театра. Это низкий поклон и с благодарностью всех брещан, потому что Брест любит театр. И все, что происходит в Бресте, я думаю, что нет тут равнодушных, которые мимо бы прошли и сделали то, что каждый для себя в душе, наверное, ставит основную цель – любить и беречь то, что мы сегодня имеем. Я поздравляю вас с вашим праздником. Желаю, конечно, здоровья, терпения, удачи. Всем нам мирного неба. Ну, а театру процветания и долгих лет жизни. За 80 лет областной театр драмы стал родным домом для талантливых артистов, режиссеров, работников сцены, композиторов, декораторов. Словом, для всех тех, кто активно участвует в создании театральных постановок. И все эти люди годами создавали историю, которая сегодня обрела свое место в новой локации Брестского академического театра драмы. Исторические снимки, макеты, фотографии, редкие сценарии с правками режиссеров и все то, что не было обнародовано ранее, теперь в открытом доступе для брестчан. Когда я пришла в театр, я увидела огромный масштаб материала, который можно использовать и систематизировать. И я для себя поставила цель, что к юбилею театра мы должны создать наш музей. И я очень рада и благодарна коллегам, также нашим спонсорам, а главное руководству города и области и нашему управлению культуры, что нас поддержали в этой идее. И, конечно, у нас получился такой замечательный музей, единственный в Беларуси, потому что музейные экспозиции есть. Да, может, если брать по документально, именно сбору всех документаций, этому всему мы еще нам далеко для статуса музей. Но если брать о насыщенности, концепции и максимальной раскрытости театральному искусству, то мы вправе можем претендовать именно на музей. Отдельное внимание уделяется экспозиции, посвященной международному фестивалю «Белая вежа», который ежегодно проводится на базе Академического театра драмы и уже стал визитной карточкой Бреста. На одной из инсталляций отражены знаковые моменты фестиваля, его первая афиша и карта, на которой показан масштаб и количество стран, принимавших участие в форуме. У театра очень богатая история, у него очень много материала и вообще театру и его истории есть, что показать и рассказать. То есть это надо, потому что это наш город, это история не просто театр, это история нашего города. И поэтому, когда они начинают с самого начала, как появился театр, как делались реконструкции, какие спектакли были. Ежедневный театр в поиске новых идей, новых талантов, новых форм работы. И тем самым уже много лет поддерживает статус одного из самых посещаемых мест Бреста. Все это становится возможным благодаря имеющимся опыту, передаваемому из поколения в поколение. Ведь, как известно, знание и основа любого вида искусства, живущего сегодня, хранится в прошлом далеких дней. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.